Здравствуйте, друзья! Сегодня в этом живописном местечке Москвы я хочу обсудить с вами один из важнейших аспектов экологической проблематики российской столицы. А именно, проблема загрязнения атмосферы. Ведь сегодня в воздух выбрасывается огромное количество вредных токсических веществ, что не может не сказываться на здоровье москвичей и гостей столицы. И эта проблема актуальна в целом для большинства современных мегаполисов. Согласно последним исследованиям, в настоящее время источником загрязнения атмосферы в крупных городах более чем на 90% являются автотранспорт и его выхлопные газы. Московская транспортная система чрезвычайно перегружена. Российская столица – это крупнейший транспортный узел. Больше всего машин, конечно, в центре города и на автомагистралях. Поэтому и загрязнения там выше. Ежегодно по всей России общее количество вредных выбросов в атмосферу в среднем составляет свыше 32 миллионов тонн. И половина из них приходится именно на автотранспорт, из которых одна восьмая часть приходится на столицу. А это ни много ни мало целых 2 миллиона тонн вредных выбросов ежегодно. Многие автомобили были произведены в постсоветское время, некоторые даже во времена СССР. И давно не соответствуют требованиям по качеству выхлопных газов. До сих пор по дорогам столицы колесят автомобили с дизельными моторами, которые выбрасывают в воздух черный углерод и кадмий. А этот элемент относится к тяжелым металлам и является сильно токсичным. Он провоцирует целый ряд заболеваний и становится причиной преждевременной смерти от сердечно-легочных заболеваний и рака легких. Причем здесь сказываются не только выбросы от сгоревшего топлива автомобиля, но и мельчайшая пыль от стирающегося асфальта и от шин. Московский воздух отличается повышенным содержанием бензопирена, фенола, диоксида азота и формальдегида. Бензопирен, например, это сильный канцероген, который провоцирует развитие лейкозы и других серьезных заболеваний. Дополнительный источник транспортного загрязнения атмосферы в столице заключается в том, что ежегодно зимой автомобильные магистрали посыпаются противогололедными реагентами, и, испаряясь, они также загрязняют атмосферу. В Москве в последний год выливается и высыпается около 600 тысяч тонн жидких и твердых веществ, заметная часть из которых оказывается так или иначе в воздухе. Промышленные предприятия также активно участвуют в загрязнении окружающей среды Москвы. Они выбрасывают в атмосферу огромное количество пыли, железа, магния, кремния, кальция, азота и других веществ. При этом частичная очистка применяется далеко не на всех предприятиях. Большая часть промышленных предприятий находится на юго-востоке и востоке столицы. К числу самых опасных в этом отношении предприятий можно отнести Московский нефтеперерабатывающий завод, Теплоэлектроцентраль-22 и Курьяновские очистительные сооружения. В Москве находятся даже предприятия с ядерными реакторами, излучающими радиацию. Здесь есть около двух десятков опасных радиационных предприятий и около двух тысяч предприятий, которые используют радиоактивные вещества. Самые загрязненные районы Москвы это Люблино, Капотня, Марьино, Братеево, а также районы внутри Садового кольца. Таким образом, эта проблема наиболее ярко выражена в восточном и юго-восточном районах города. Промышленные зоны здесь занимают почти половину земельных участков и включают в себя множество опасных для здоровья окружающих строений. Это химические и нефтеперерабатывающие предприятия, металлургические и машиностроительные заводы, мусоросжигатели, тепловые электростанции и даже ядерные объекты. Районы Москвы, отличающиеся относительно чистотой, это Строгино, Ясенево, Крылатское, Солнцево и Митино. И, конечно, сюда можно отнести и районы Новой Москвы, где еще не развиты транспортные и промышленные инфраструктуры. Относительно чистыми являются зоны вблизи Лосинового острова и Измайловского парка. Какие меры принимают городские власти, чтобы улучшить ситуацию с загрязнением, атмосферой? Конечно же, благоприятно влияет на состояние воздуха, мегаполиса, развитие общественного транспорта. Регулирование и ограничение движения грузового транспорта и автобусов с двигателями низкого экологического класса. Конечно же, очень существенно влияет на экологию. Также власти ограничивают количество автомобилей, въезжающих в центре Москвы. Это тоже очень сказывается положительно на экологии. Закупка новых городских автобусов, только класс Евро-5 электробусов. В настоящее время в городе курсирует около 300 электробусов по 19 маршрутам. Можно с уверенностью сказать, что замена старого общественного городского транспорта и его современными экологически чистыми видами – это одна из наиболее серьезных мер по улучшению экологической ситуации в столице. И она сегодня уже осуществляется в городе. Также власти города стараются контролировать качество транспортного топлива, который продается на автозаправках в Москве. Власти пытаются стимулировать популярность экологически чистых видов транспорта. И для владельцев электромобилей была даже установлена льгота в виде бесплатной парковки. Прокладываются велосипедные дорожки и действует городская сеть велопроката. Улучшить экосистему Москвы можно, сохраняя и развивая парковые зоны, высаживая деревья во дворах и в целом занимаясь озеленением города. Сегодня в Москве ощущается серьезная нехватка парков и зеленых зон. В настоящее время в Москве зеленых зон меньше на 30%, чем предполагалось по генплану застройки Москвы. А этот генплан предполагал создание целого лесопаркового защитного пояса, и так называемых зеленых клиньев. От зеленых клиньев остался только Лосиный остров и Сокольники, а лесопаркового защитного пояса нет и в помине. Сегодня все там застроено. Крупнейшими предприятиями Москвы приняты природоохранные программы, которые способствуют снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Промышленное производство сегодня выводит за черту города и обязывают к дополнительным требованиям по фильтрации отходов. Это, конечно же, приносит свои плоды, но этих мер недостаточно, и надо продолжать усиленно работать в этом направлении. Очень важно осуществлять постоянный экологический контроль. В московском регионе он осуществляется при помощи 39 полностью автоматизированных мониторинговых станций. Эти станции контролируют в атмосферном воздухе 22 загрязняющих вещества и общий уровень атмосферного загрязнения. Нам не стоит забывать, что каждый из нас может сделать свой вклад в то, чтобы экология Москвы была чище. Не обязательно каждый раз садиться за руль там, где можно просто прогуляться с пользой для здоровья или проехаться на велосипеде. Нам всем предстоит научиться разделять мусор, если мы этого еще не сделали. Это должно войти в нашу привычку. Мы должны более бережно относиться к окружающей нас природе, и тогда наш город, наш общий дом станет значительно чище, и нам всем будет легче дышать. Продолжение следует... Продолжение следует...